Одно и то же каждый день, понимаете? Я всё знаю, меня ничего не удивляет уже в этой жизни. Я знаю, кто мне должен позвонить, кто мне не должен звонить, с кем я должна встретиться, с кем я не должна встретиться. Я знаю, что у меня будет вечером. Потому что я каждый вечер делаю одно и то же. Я прихожу домой, я захожу в пустую квартиру, где никто меня не ждёт. Пустые окна. Я даже кошку завести не могу, понимаете? Мужика вам надо. Да. Хотелось бы. Как вас назовут хоть, а? Меня, Вера. Очень приятно, Вера. А я Антон. А он вам кто? Муж или? Брат. Двоюродный. Ну, сводный. У нас так с ним много общего. Так мне с ним легко. Просто как-то. По-моему, очень впечатляющий начал романа. Вера, а ты изменилась. У тебя глаза горят. И вообще. Вам фотографы не нужны? Хорошие фотографы, они всегда нужны. Я вам хочу представить, это наш новый фотограф. Видела? Кравцова с новым хахалем. Вот смотри. Ну, не стыда, не совести. Ну, только посмотри на них. Всё начинается с того, что по офису ходят какие-то непонятные люди, а потом у нас уходят клиенты. Клиенты бегут один за другим. Что, все? И все наши неприятности начались с того, что появился ваш так называемый протеже. И сейчас мы получили наглядное доказательство его шпионской деятельности. Неужели вы думаете, что... Что это он? Он имитировал ДТП, а потом использовал тебя как дуру. Неужели ты не понимаешь, что я ни в чём не виноват? А нету веры. Понимаешь, нету веры. Нету. Продолжение следует...